Девушки отдыхают Убийство главы государства в центре Европы Это непрогнозируемые риски Поэтому, господа, у нас только один вариант Импичмент Я всего на свете член Почти что супермен Но редко лезу в драку Знает весь двор Мой приговор Слуга народа У меня почти все есть Достоинство и честь И даже крики браво Персональный самолет Мне выделил народ А что имею право На животу Вот тут Набьют оту Слуга народа А надо раньше на работу приходить, господин Санин Чтобы быть в курсе спецоперации вашего департамента Василий Викторович, доброе утро Извините за опоздание Не ожидал, что вы так прям с утра пораньше Отлично Будет готов, пусть позовет Пойдемте, у нас много работы Согласен, прям руки чешутся Начать Пожалуйста Проверим Ну, что вы предлагаете? Я предлагаю поступить решительно и радикально Сократить госаппарат Заняться ЖКХ, социалкой Нужно создание новых рабочих мест Без обид Ну, это все, взагали по загалям Есть конкретика? Конечно Кадры решают все, Василий Викторович Вот мой список формируемого кабина Раз Так сказать Вот Должен вас огорчить Я боюсь, что не получится Вашим кадрам совмещать работу в правительстве И рубку леса Они все в тюрьме Кто? А кто взамен? Я предлагаю топ-менеджеров из лучших компаний Которые никогда не работали во власти Вопрос А топ-менеджеры, они сработают со старшими бюрократами? Все-таки это отдельная каста Отдельная каста уже вся уволена Четыреста тысяч человек? Да Нам понадобится сто Тысяч максимум Мы уже объявили кону Подберем нормальных людей Дадим им адекватные зарплаты Вы, кстати, уже подбивали бюджет на следующий год? Да Плюс-минус сорок миллиардов Плюс, добавьте только же А источник? Источник Е декларации бывших чиновников Вы предлагаете отбирать имущество? Нет, я не предлагаю Это уже делается Лихо, Сергей Дмитриевич А вы не переживайте Все в рамках новых законов Хоть один плюс от этой всей истории с МВФ Я хотел спросить А зачем вам в таком случае Я? Вы? Воплощают реформу Реформа, это прекрасно Это замечательно Вопрос в том Как это почувствуют Простые граждане А хотите, расскажу Как это должно быть? На примере обычного украинца Здравствуйте Иван Иванович, примерно Нет, тот уволен Обычный, абстрактный Иван Иванович Должен оформлять свой бизнес Любой, какого бы он ни хотел Максимум полчаса После этого три года Его никто не должен трогать Никаких лишних контролеров Никаких проверок Вы сделаете все Чтобы уничтожить все Кровососущие органы Чтобы ему, заработав деньги Было выгодно платить налоги В бюджет Вы снизите налоги Чтобы он понимал Что платить в белую Гораздо выгоднее Чем давать взятку Согласны? Пока понимаю Дальше Иван Иванович Захочет купить себе квартиру Будет приятно удивлен Низким ценам Ведь застройщику Не пришлось до этого Давать на лапу За разрешение В конце месяца К Ивану Ивановичу Придут платежки С адекватными Человеческими тарифами Для этого вам нужно Ликвидировать Всю монополию На энергоресурсы И к концу года Хорошо поработав Иван Иванович Допустим Захочет полететь Куда-нибудь отдохнуть Естественно Пользуясь Лоукостом Для этого вы должны Поработать Чтобы никто Этим компаниям Не вставлял Палки в колеса И даже если кто-то Вам будет рассказывать Что это невыгодно Для страны Это не важно Это должно быть Выгодно Для Ивана Ивановича А назад При желании Иван Иванович Может вернуться Уже на собственном Качественном Европейском автомобиле Он то сделает Потому что Вы сделаете Низкую пошлину И тогда Иван Иванович Будет ездить По Украине На качественном Автомобиле На украинских Номерах И даже если Не дай бог Конечно же Иван Иванович Заболеет Он не должен Вообще волноваться Потому что В государстве Есть страховая Медицина И никто Эти деньги Не пилит Вам понятно? Ясно А сколько У меня есть Времени На улучшение Жизни Ивана Ивановича Три За три года Я думаю Это вполне Выполнимо Три месяца Не готовы Пойдемте А как? Решительные радикалы Пора заканчивать Весь этот беспредел И в первую очередь Разобраться с главными Его спонсорами Кто сказал? Ну кто сказал Рустем Что послать в жопу МВФ И рассориться с Европой Это еще не повод Для импичмента А почему не аморалка? Он так Со своей любовницей Начудил У меня все записано И неизвестно Что его накроет в жопа Или другое место? Нам нужны веские Юридические основания Давайте запустим процедуру А потом решим За что? Во всем мире В импичмент Было отправлено Всего семь президентов И это за 200 лет Естественно Все СМИ Будут рассматривать Наш случай Под микроскопом Ну таки За что мы его будем сливать? За мой инсульт За подкуп твоего губернатора За твое Запорожье Надо открыть людям глаза Рассказать им правду Какую такую правду? Голобородька Это новый Янукович Прикидывался овечкой А под шумок Устроил мафиозный передел Снюхался с коррупционером Юрием Ивановичем Инсценировал его смерть И незаконно вывез из страны Да Но для этого нам нужен Чуйкова платье Где его взять? Нужно допросить Юрия Ивановича Даже Печерский суд Не примет во внимание Показания Полученные По спиритическому сеансу Тебе его нужно Срочно достать Достать из-под земли Смешная аллегория Юрий Иванович Как? Слава Бог Я подумал Вы тогда приказали Разморозить его счета В личной цели Бабушка Женщина Слушаю Есть небольшая просьба Для вас Бюро добрых и флук Работает кровосочное Нужно найти Юрия Ивановича Уже Он на Байковом кладбище Мальчик Да ты не все знаешь Юрий Иванович жив Жив? Вот это новость Нужно пробить его По официальным каналам Дать запрос в Интерпол Сделаешь? Разумеется Можно встречный вопросик Вам это зачем? Мы хотим отправить Голобородько в импичмент А для этого нам нужен Живой свидетель Теперь ты Понял какой тебе Уровень доверия Цени Я этого никогда Не забуду Капитан Скорик А что конкретно Вам не ясно Из моего приказа? Хорошо Я говорю Арестовать всех Копателей Янтаря И установить на территории Жесткий контроль Слава Богу Выполняете Почему мы банькаемся? Все и так знают Что это бандиты и воры Что и кому мы должны доказывать? Голове апелляционного суда Или Верховного Так начни из кого-то Арестуй одного Предложи сделку Он выдаст подельничка Не лишнего смысла Арестовая Розина Я прошу прощения А почему Розина? А почему нет? Ну Немчук Гроссмейстер До вас прута Маматов Чубльцев Мышца До любого достанет А Ройзман Что Ройзман? Ройзман Действительно А почему не Ройзман? Выполнить Есть Ройзман Именно Ройзман На поиски Чуйкова Могут уйти годы Зато потом вздернем Педагога по-быстрому Как это ад на ветке Если нас самих не вздернут Что этот Сопляк может без Юры Нагадит по двери и убежать Сопляк подрос Стал дерзким Пырнет вбок И глазом не моргнет Так, ребят Мне с вами неинтересно Пугать мне не надо Я пуганный Я таких, как он Шестерых пережил Я в своей стране живу Хотите? Копайте Ищите Адьес Полковник Собери дело Подбей факты Без чего не хватает Собрякуль Сделай все красиво Как ты можешь, Егор Я понял Сделаю Лассо Один вопрос Да что ж такое, а? Что тебе еще не ясно? Почему ты здесь? Послушай Я не меньше, чем ты Хочу засадить эту кодлу Так в чем проблема? Проблема в том Что они должны выйти через 20 лет А не через сутки Нечего предъявить Найди Проведи обыск Да я могу провести Хоть три обыска Но пока мои люди будут врываться в офис Они все сожгут А все, что они сожгут То съедят Или третий вариант Они нам сами Все Принесут Сержант Гоенко Полиция места Киева Приберите, пожалуйста, свое авто Что ты хочешь? Приберите, пожалуйста, свое авто Что? Ты что? Охренел? Тут парковка заборонена Приберите, пожалуйста, свое авто Кем? Это моя парковка Это моя улица Это мой город Добрый Тогда мы выплачем эвакуатор Самоэвакуируйте отсюда мусор хреном Рассоображает А с первой группой Ну арестуй меня Арестуй меня Что ты на меня сделаешь? Нет, Рустем Это не доказательство Все это мелко, неубедительно Высосано из пальца А когда это останавливало Украинский суд? Нельзя, чтобы Вася выглядел жертвой Его вину должен поверить народ Да ладно Майдан за него не соберется Не хотелось бы проверять Ну тогда выход один Искать Юрия Ивановича Это железобетонный свидетель Терминова новина Служба безопасности Украины Щойно заарештована Михаила Ройзмана Что самое инкриминует одиозному олігарху Поки что невідомо Прислужба СБУ Відмовилась від офіційних коментарів Нормально все Нормально Сука Тварь У вас час до прихода гостей Переберитесь хорошенько Давай, давай Поехали Офору мы очень достаем Судья, у которого машина дешевле 10 тысяч остается Остальных в топку Никого не жалейте Это, между прочим, 95% всего судейского корпуса Новый суд должен работать по принципу Закон для всех один И даже если вам когда-нибудь придется Не дай бог судить меня Обещайте, что сделайте это строго Согласно букве закона Василий Петрович, разрешите? Дмитрий Васильевич А я как раз хотел вас похвалить Доказательств на Ройзмана Полно вагона, целая тележка Радует ваш оптимизм, но сделано только полдела Вы же знаете, как работает наш суд Я уверен, что у нас все будет нормально Правда, Алексей Николаевич? Кстати, познакомьтесь Новый глава судейской коллегии Ну, Василий Петрович, прям такой темп Взря, как будто бы мы его там в Швейцарии проснемся Но вы не преувеличиваете Ну, ничего До утра еще полно времени, можно Много успеть Папуля, привет Я сегодня на ужин не приеду, прости Значит так, слушай сюда Через пять минут Миша должен быть на свободе А потом я разберусь, что, кому, зачем и почему Ты меня понял? Папулечка, не кричи Береги сердце Я завтра приеду, все объясню Мамуля, привет Ну? Что он сказал? Тебе привет Извините Норма Родители, это святое Хорошо, ко всем остальным вопросам тогда Завтра вернемся Боюсь, второй раз такой фокус, как с Ройзманом, не пройдет Значит, нужен только Юрий Иванович Дмитрий Васильевич Может, как-нибудь вы сможете его найти? Василий Петрович Да тут даже я Бессилен Ладно, до завтра До завтра Моя фамилия Дмитрий Миндич Нас должны были предупредить Шалом, Юрий Иванович Ласкаво просому На Батьковщину Дима, и ты знаешь, куда со своей Батьковщиной? Грубо Но я все прекрасно понимаю Кто заморозил мои счета? Личный приказ президента Голобородько Я его уговаривал Но, увы Дальше что? Родине нужна ваша помощь Я сделал все, о чем мы договаривались Родине нужно больше А Родина просить не охренела? Понимаю, но именно так устроен шантаж Это как-то не по-христиански Самому противно Но приказы не обсуждают И что это мне нужно? Ничего, кроме правды Дать показания на Маматова и Немчук А я похож на самоубийцу? Если вы этого не сделаете Остаток своих дней проведете в нищете Начнете пить Умрете от сноги? Не убедил Если я дам показания на Маматова и Немчука Они мне отрежут пейсы Резонно Выходит тупик? Выходит Больно Больно видеть Как теряет хватку твой первый учитель Деньги со счетов не перевел Подставился Руки опустил Сопли жует А я когда-то говорил, что тупик А то повод ломать стены Расклеился старик Хватернищ Гаденыш Я искренне пытаюсь помочь Я могу разморозить счета Я не буду давать показания на олигархов Мои не надо? Есть и другой вариант А я говорю, что других вариантов нет и не будет Да какие варианты? То, что вы устроили в стране, называется диктатура и тирания Господа, давайте все-таки быть объективным Юлий Цезарь, к примеру, он тоже был диктатор И вообще в Древнем Риме Всегда диктатура устанавливалась тогда, когда хоть что-то угрожало государству Я не знаю, что там было в Древнем Риме А вот сейчас стране угрожает Головородька Пане президенты, вы звільнили 400 тысяч чиновников, досвеченных фахівців А есть декларування, це з чистой води репрессії Під арешт потрапили не тільки люди, а їх нерухомість И їх рахунки И на сколько все это затянется, неизрестно Потому что 90% честных судей были уволены по вашей инициативе Вы скажите, что это за атаки на крупный бизнес? Почему посадили Михаила Ройсман? А? Ответьте, Василий Петрович Василий Петрович Василий Петрович, действительно, скажите хоть что-нибудь Во-первых, я для начала хочу расставить все точки над «и» Хотел бы поменять немножко формат нашей дискуссии Я не собираюсь отвечать на все ваши вопросы То, что вы сейчас находитесь здесь, а не в тюрьме Скажите спасибо вашей неприкосновенности Но это дело времени Над этим мы уже работали Я пришел в студию, чтобы объяснить народу, что мы делаем Мы решили навести порядок Во-первых, мы отбираем имущество у чиновников Так сажитесь, гоп-стоп! Это не просто гоп-стоп Это гоп-стоп на государственном уровне Но мне кажется, для них и понятнее Мы забираем имущество теми методами Которыми они это имущество в девяностых приобрели Дмитрий Васильевич А вы в курсе, что арестован Михаил Ройзман? Да, в курсе Ну, о предстоящем аресте, естественно, вы ничего не знали Почему? Знал Так, может быть, это вы его арестовали? Да, я Ты что, охренел, что ли? Я подумал, вам будет приятно Вы же до этого делили все на троих Одно правительство, один парламент, одна страна Единица неудобно делится на три А на два идеально Пополам Мы посадили олигарха Ройзмана Это жалко Жалко, что он не попытался бежать Потому что для государства решить этот вопрос было бы гораздо дешевле при попытке к бегству Но я надеюсь, что господа Немчук и Маматов нас еще порадуют Мы уволили 450 тысяч чиновников Это правда С одной стороны, это, конечно же, минус для благосостояния 450 тысяч семей Но с другой стороны, это большой плюс для кармы нашего государства Хоть чуть-чуть почистили ее Да, кстати, пока мы с вами тут беседуем Ваше имущество тоже арестовывается Дури, жарко! Это какой-то беспредел! Ты че такой борзой, псина? Кто дал команду вас посадить моего друга, а? Тварь! Рустем, успокойся А что, мне ему спасибо говорить, что ли? Вообще-то не мешало бы Президент хотел вначале посадить вас А потом вас А я перевел стрелки на Ройзмана Интересно, а как же тебе удалось их переубедить? Очень просто У Ройзмана большой беспорядок в делах А что помешает тебе завтра на нас спустить всех собак? У вас все чисто К вам не так-то просто подобраться Разве что через Юрия Ивановича Кстати, он здесь Где здесь? В Украине Я его выманил Как? Убийственным аргументом Заморозил счета И он тут же нарисовался И уже завтра готов давать показания Против Голобородика Ты уверен? Так же, как Юрий Иванович уверен, что его счета заморозил президент Иди Пока Спасибо Не за что Василий Иванович, если вы сейчас серьезно, то это какой-то переворот в сознании Нет Это просто переворот Мы устроили переворот в стране На место мягкого, принципиального учителя истории Пришел жесткий, если хотите, беспринципный президент Если я делаю что-то не так, об этом не скажет народ Но точно не вы Вдруг что, меня поправит многомиллионный майдан Ну что, завтра Начинаем процедуру импичмента Да Дякую Прошу седати Шановные народные депутаты Дорогие коллеги Сегодня чудовый день А привид, через который мы собрались, еще чудовейший Отже Кто желает выступить? Я с удовольствием выступлю А я все больше задовольным Господа Вы как истинный джентльмен Позволите даме? Конечно, конечно Я не возражаю Отже, слово надается Борисенко Жанне Юрьевне Я прошу прощения Извини, что не предупредил Но у меня срочное заявление Можно? Я принял решение Я ухожу в отставку У меня все Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok